Здарова, с вами Моборг, я Трэш, и сегодня у нас обзор настоящего, не побоюсь этого слова, шедевра среди карточных игр под названием Shadow Quest Hero Story. Сюжет берет свое начало за 10 лет до событий игры. Между людьми многие годы шли ожесточенные сражения, что привело к появлению на земле так называемых теней, сгустков человеческой ненависти, похоти и страданий. Наш герой присутствовал при поражении своих лучших воинов, и вот спустя 10 лет, вернувшись с долгого путешествия, вы попытаетесь вновь нанести удар. Но на сей раз не только теням, а самому источник узла, розни среди людей. Прибыв в город, вы обнаруживаете, что он пустует. Храмы, хранилища и кузни под властью разбойников и чудовищ. С них вам и придется начать. Получив свои первые карточки героев, вы сразу отправитесь в бой. Каждая глава на карте представляет из себя еще одну мини-игру, в которой вам предстоит из раза в раз проверять свою удачу. Тапая по каменным скрижалям, вы будете открывать секреты, скрытые за ними. Это могут быть как приятные бонусы и сокровища, так и ловушки, оставляющие негативный эффект на ваших картах, или черепа, олицетворяющие собой свору противников или главного босса. Тапнув по черепу, вы вступите в сражение. В каждом бою у вас будет 4 карты героев. Каждая карта выполняет разные функции в зависимости от своего расположения. Боковые карты атакуют противников с той стороны, на которой они находятся. Передняя карта, хоть и будет в центре опасности, зато сможет наносить урон по любым врагам. А положив карту позади отряда, она будет постепенно восстанавливать жизни и раскроет новые способности. Это может быть особая атака, мощный хил или вселение страха во врагов. Все зависит от роли карты, которых тут три. Танк, маг и воин. Менять карты местами вы сможете прямо во время своего хода, если, конечно же, враг не наложит на вас какое-то проклятие на несколько ходов. Вдобавок, у каждой карты есть ультраспособность. Используя карточку, вы будете накапливать заряды. Накопив три таких, вы сможете нанести сокрушительный удар или провести атаку по всем врагам. Получить информацию о свежих умениях или о проклятии врага вы всегда сможете в меню, когда вам будет угодно. Также во время боя есть возможность выпить зелье для повышения показателей карт или пропустить ход. Само собой, каждая карта — это полноценный герой, со своими характером, способностями, сильными и слабыми сторонами. Один и тот же герой может хорошо или плохо проявить себя в связке с другими героями. Для победы вам придется учитывать множество факторов, в том числе и РПГ-составляющую. Каждый герой, как и вы сами, будет стремительно расти в опыте и становиться сильнее. Вдобавок, открывая сундуки и побеждая соперников, вы будете находить множество полезного лута. Каждый артефакт будет повышать характеристики карточек. Ну и, конечно же, побеждая новых врагов, вы будете находить и новых союзников, которые могут отличаться по уровню от ваших карточек. Если вы захотите подтянуть новую или старые карты к уровню найденной, вы всегда сможете зайти в тренировку и прокачать или даже купить новую карту. В кузне вы сможете выковать прекрасную броню или оружие по найденным чертежам, а зайдя в храм вы сможете получить нужное вам благословение на ближайшие бои. Помимо всего прочего, на карте есть пещеры, проходя уровни которых вы будете спускаться все ниже и ниже, открывая уникальные карты и награды. Shadow Quest выполнена в лучших традициях старых RPG Fantasy, но приправлена новыми и необычными идеями. Если вы любите красочно проиллюстрированные и качественные карточные игры, где можно пораскинуть мозгами и прокачать стратегический склад ума, то Shadow Quest Heroes Story станет незаменимой игрой на вашем девайсе. Субтитры создавал DimaTorzok